Делаю светодиодные лампы из желтых светодиодов. Так их скручиваю, чтобы не нужно было паять. Таких в каждой полоске по 15 светодиодов. Всего нужно таких 10 полосок сделать. Будет 150 светодиодов. Тогда можно будет подключать прямо после диодного моста к розетке. То есть к 230 вольтам. Ну и конденсатор после диодного моста. На каких 100 микрофарад 400 вольт думаю поставить. И светодиоды запитать через резистор 200 или 100 вольт. На нем там где-то потери будет при 20 мА. Потребление светодиода где-то 0,1-0,4 ватт. При общей мощности 6 ватт там немного. Но зато будет спасать от всяких скачков напряжения. Многие. Нравится что у них все. Кровищные лампы долго не горят. Что они перебирают. А эта лампа у меня когда тут квартиру купили где-то. 3 года может воздаться. И она тут от этого времени не горела. Горячий. Ближе к току. Вот 26 ватт. Она уже где-то 3-4 года вот так горит. Конечно, этот не всегда тут зелону. Все равно не так мало, этот зелон. Оно не перегорает. У него теперь уже как бы и цокольный зелон. Вот такой вот. Вот этой лампы с большой стекло. Удобнее было бы, например, вот такие вот эти диоды. Ставить лампу новую сделать. Ее взять. Оно не перегорает. Кстати, может некоторые там каких-то фирм ламп. Их более старые, они могут действительно там быстрее перегорать. А мощные такие, наверное, они не так перегорят. Вот это лампы с 2,1 ватт от 3. О, можно разницу посмотреть. Камера моргала не видно. Камера моргала не видно. Вот это лампы. Да, она моргает. Вот эта лампы. Да, она моргает. Вот эта лампы. Они моргают оттого, что там Достаточно ёмкие конденсаторы ставят, но на таких слабых лампах нет транзисторов никаких, диодный мост стоит, ограничиваются конденсаторы, разглаживающие электролитический конденсатор на 400 В, на 2, на 1 мкФ, где-то так ставят, чтобы поменьше денег на его истратить, поэтому так в маленьких ставят, и он в непосредственной мере не сглаживает этих пульсаций, поэтому они моргают. Нужно по ёмче конденсатор, но по ёмче тогда и в цоколь может и не влезть, и он дороже стоит, тогда уже и может даже выгоднее на микросхемах сделать драйвер, который будет конвертировать из 50 Гц в нужное напряжение, например, 100 В и там 30 кГц, например, когда уже там нужна маленькая ёмкость конденсатора на выходе. там стоит датчик тока, и он в зависимости от напряжения входное, такой он и делает сильнее, либо и слабее импульс подаёт, поэтому всё сглаживает. то есть там ещё конденсаторы, поэтому на выходе уже тогда не моргают. Те, которые с микросхемным драйвером, светодиодные лампы. Это обычно лампы, которые начинаются где-то от 4 Вт, с ней уже с драйвером. А более старые и слабые лампы не устраивают в одно мосту, поэтому они моргают. Что-то там конденсатора не хватает ёмкости. В какой-то мере он сглаживает это моргание, но недостатки и тут скручивают светодиоды, и не нужно паять. Нужно паяльником дышать. Паяльником он так дымом не... Так, всё, тут была комната, за дымю нахер. В голове, тут в голове ещё немало, ещё мало осталось. Испортила, использовала. Тут эта лампа горит. Круга шуток-партон, Испортила. Испортила в голове, Испортила. В голове... В голове,